добрый день уважаемые трейдеры сегодня 18 февраля четверг представляю вашему внимание очередной обзор рынка для компании инстафорекс логотип который вы продолжаете видеть у меня за спиной итак сегодня большой праздник день дипломатических работников туркменистана давайте поздравим этих редких героических людей пожелаемым добра и процветания сегодня у меня три статьи опек биткоин и серебро значит что происходит среди участников опеку доска рая продолжает настаивать на том чтобы добычу снижали либо как минимум по-тихому не наращивали перед мартовским заседанием вот но я считаю страну страну уже на грани особенно россия которая видит что цены по нефти большие и хочется наращивать чтобы получать больше прибыли вот поэтому я думаю что в марте в марте они уже не договорятся о снижении либо заморозки будет потихонечку наращивать но садовская аравия чувствует себя лучше всех поэтому предлагает не торопиться джепи морган победку предупреждает о повторении краха bitcoin 17 года при такой гигантской волатильности на самом деле условия не такие как в семнадцатом году и джеки морган мне кажется больше привлекает внимание к своему лейблу да что вот джеки морган сказала и все теперь только думает об этом когда bitcoin рухнет и серебро сегодня торговая идея такая небольшая оба цешка внутри большого плана на понижение давайте откроем графики и посмотрим итак первый инструмент золотишко золотишко идет шортовом тренде пока на дневках торговых сигналов именно в рамках price action на понижение не на повышение нету нисходящая структура пробили минимум февраля месяца вчера это хорошо но не дали нам зайти не было отката хорошего откат был только нормальный позавчера после инициативы вот ну пока ничего интересного нет основная цель также для продаж недобитые стопы покупателей это минимум ноября месяца то есть рыночек еще будет здесь топтаться через время может быть через откатик но не покупайте сейчас со стопом сюда это опасно и вы сделаете так же как и все трейдеры которые пытаются купить золото по лучшей цене и застопитесь туда куда застопятся и всем евро доллар евро доллар пока демонстрирует нисходящую динамику по вчерашнему дню хорошая такая черная свеча после пин-бара позавчерашнего вот и я за шартовый сценарий почему потому что есть неплохие цели как минимум февраля месяца так и основание импульсного бара начало декабря месяца вот и если инструмент откатит под полтинчик по фибе это будет вот здесь соответственно можно поработать вот таким вот образом ну классическая трешечка после инициативы британец демонстрирует просто невероятные бычьи амбиции что интересно что зеркальный уровень которые которые чего говорил был как минимум можно пробить покупатели отсюда вынесли и тренд продолжается будьте аккуратны с фунтом друзьям это очень трендовый инструмент не стойте против него без стопов либо какими-то гигантскими объемами торговых идей по этому инструменту пока не даю в рамках системы охоты за стопами их просто нет поэтому мы отложим инструмент до лучших времен доллар иена отработав свою трех волновку после пробоя трендовой линии потихонечку сдувается вот но даже если по наросла у нас не было цели по больше чем на вершины текущего месяца поэтому инструмент этот пока нам не интересен доллар франк тоже потихонечку восстанавливается но в рамках сеточного метода торговли которые которым будет привязаны все другие инструменты следующие в обзоре этот пока нам не интересен потому что нам нужны пробои ключевых экстремумов австралийс канадец готов к пробою января месяца если это произойдет будем продолжать набирать его сеткой лимитных продаж с расчетным шагом 50-100 пунктов по четвертому знаку о чем я обычно вам рассказываю австралийс новозеландец интересует на краях аукциона который у меня показан франк йена если вы зацепились где-то наверху и инструмент дал вам 100 пунктов прибыли либо даст сегодня можете закрывать позиции в плюс либо же продолжать набирать его выше спирихая либо можно делать и то и другое канадец йена интересом по 84 если зайдет сюда будем набирать его сеткой также как и другие инструменты нефть нефть опять гипер рост и вчера было такое разводное движение но стали площадку уже не не первую кстати на хаях 1 2 череда долгов я думаю что рыночек сюда спустится через время и все эти площадки соберет сегодня запас сырой нефти и я думаю что волатильность вечером будет интересно очень очень дорогая нефть и рубль на нее практически не реагирует но я думаю героически может минимум ложным пробоем 71 уровень проколоть ну и дальше если нет будет валиться этот ложный прокол приведет к возобновлению роста австралийцы и новозеландцы пока не интересны она пин бар который собственно давал возможность зайти вчера поэтому позавчера по этому инструменту вниз пока их пока он живой шорты держать можно если поглотиться хотя бы его половина можно их скинуть ну и торговая идея по серебру сегодня я давал в статье напоминаю что основная идея по серебру это отработка инициативы феврале месяц вот в начале февраля обвал откат и зарождение третьей большой волны вниз там с гигантскими супер целями вот но внутри этой большой трех волновки есть еще образовалась буквально позавчера еще такая небольшая трех волновка которую видно на часе хорошо это инициатива 16 февраля соответственно это инициатива откат и в районе полтинничка можно работать на понижение скажем под этой схеме с первыми площадками и целями ближайшими то есть 16 17 февраля и 11 то есть покупатели которые сейчас здесь замерзли вот в этом флейте на нибудь стопиться под ближайшие экстремум и принципе на этом можно прокатиться по их стопам ложный либо истинный пробой будет непонятно никому никогда поэтому после пробоя можно часть позиции скинуть а часть оставить по большому плану там долгосрока но примерно вот такой вот сценарий очень такой мутный инструмент стоит никак никак не идет золото конечно гораздо техничнее в этом плане но здесь конечно стопики уже прям прям хорошо накопились в рамках вот это небольшой трендовой линии практически горизонтальной такой велонаклонной вот поэтому я думаю что вот этот проход взять можно так ну в принципе все давайте переключимся к вопросам на youtube канале по вчерашнему видео так у нас хорошая статистика поехали андрей так спасибо прикрыл на зеркале забрал прибыль ну слава богу но это не тот масштаб в котором нужно торговать кросса поймите там нужны шаг шаг 50 или 100 пунктов по четвертому знаку и очень небольшие объемы примерно одна сотая на каждые две три тысячи долларов 100 стандартного вот роман благодарю за обзор супер отлично владимир обзорах нет audi франка по сеткам плохо отрабатывает или нет дело в том что австралиец-канадец если из франка не очень похоже ходят поэтому я когда даю стрельц канадец то те же самые дему что распространять и на австралии франк только нужны между ними объемы поделить потому что они оба залетные коррелируют и идут в одну сторону всегда а если вы хотите что-то из них выбрать выбирайте тот который дальше прошел то есть тот который дальше залетел тот и работать против основного движения евгений спасибо за обзоры так рады когда пару минут на рассмотрение фунта есть торгаши имеющие позиции в фунте но я знаю что вы там в шортах уже давно но дело в том что у меня сигнальная стратегия не они просто там рассказываю может пойдет вверх может пойдет вниз либо идеи нет либо она есть вот по фунту сейчас идеи нет потому что идет тенденции зон накопления за которыми мы охотимся в рамках систем охота за столбами просто нет поэтому я у меня нет мнения сейчас по фунту поэтому я его так вскользь упоминаю что он есть я его пока не удалил так игорь спасибо спасибо хорошие обзоры куда может упасть еврика туда куда его начертил вот в основании импульсного бара 19 119 фактически сколько там 200 то есть я жду такой сценарий может конечно он залететь и вот сюда вот сюда но отсюда нужно будет новая инициатива пока пока есть вчерашние можно работать вот сюда потому что это два экстрема довольно близко друг другу и это зона притяжения market maker of на мой взгляд или 40 спасибо андрей по вашему анализу открыл фунт йена я не даю анализ на фунт йена и нахожусь в профите но это поправимо такой цены может можно держать в сети мало хороших аналитика что что вы думаете об обучении герчика видел ваши ролики в его школе да многие видели мои ролики у герчика когда я с ним сотрудничал пару месяцев нормальный дядька веселый анекдоты у него смешные в принципе всегда на позитиве то касается фунт йены ну во первых я не знаю в рамках кого метода вы открыли если если это импульсный трейдинг это одно если это кросс курсы сетками это другое но и в том и в другом случае этого инструмента у меня в анализе нет потому что он залетный он опасный будьте с ним очень аккуратно сеточный метод я даю по определенным кросс-курсом а импульсный метод торговли по определенным валютам новый золотом числе все но именно этот инструмент я всегда обхожу потому что он дикий скажем так сергей роговский так андрей закрыл сегодня приличную сделку взял нас на основу исходящий импульс на малом таймфрейме но сергей я предлагаю вот идея если вы хотите вну пообщаться по своим торговым идеям отработанным в рамках нашего торгового метода переключиться на форум форекс деньги в ветке охота за стопами снжи сезон 2021 это моя ветка где мы обсуждаем именно мой метод торговли и торговые рекомендации потому что так сложно понять что вы здесь имеете ввиду данил так тоже вышло внимание на золото на недельках заметно если поддержка упадет ниже то возможно дойдем но смотрите данил вот это утверждение что если что-то пробьем то пойдем дальше она она не очень верно его используют такие знаете классические аналитики вот если пробьем то тогда пойдем туда а если пробьем то то пойдем сюда то есть никто берут какой-то отрезок графика в которой пытаясь пытаются спрогнозировать еще до того как цена тут дойдет я не считаю это правильным потому что это невозможно проверить в симуляторе торговли попробуйте и вы скорее всего вот так такие логические цепочки перестаньте использовать попробуйте в симуляторе дать ему в дата обзором поменяли спасибо глеб понирует обзоры не смогли прокомментировать гипотезу 5 волновки по золоту я все внимательно здесь прочитал и понял что вы имеете ввиду трех волновку по золоту вот этого плана раз два три четыре и идет пятая волна абсолютно согласен с вами и тут пятая волна должна пробить ноябрь месяц на мой взгляд самые сильные волны вот в пяти волновки скажем так это первое третье и пятое те которые мы пытаемся взять первую вы практически никогда не возьмете потому что этот первый импульс это такое всегда нежданчик третью волну взять можно она самая рабочая ну и пятую тоже можно взять но с меньшей вероятностью потому что сами пяти волновки редкие по себе трех волновки самые популярные вы не берете только третью но если вы понимаете что идет развитие 5 то вы против нее как минимум не лезет и не теряете деньги поэтому с вами здесь согласен так в принципе все друзья мои если понравилось видео ставьте лайк пишите комментарии и до встречи завтра утром на очередном обзоре для инстафорекс всем пока